Обычные люди управляют обычными делами, а боец управляет судьбой соперника и настроением зрителей. Приветствую вас, животворящие подорожнички! С вами Фёдорович! А в этом видео мы посмотрим на гениальные и феноменальные нокауты под мои скромные и нелепые комментарии. По ссылке в описании переходи на мой второй канал, где я делаю серьезные обзоры на интересных бойцов и легендарные поединки из мира бокса, ММА и Муай-Тай. Как внезапный дождь отбивает каплями голову Карпа, так и в этом бою Прайс, очень внезапно и неожиданно для всех, отбил пяткой челюсть Вику. Будучи в доминирующей позиции, Вик устроил настоящую бомбардировку Прайсу и уже представлял, как отмечает победу в лучшем кабаке. Но феноменальный и абсолютно неожиданный удар ногой с лежачего положения похоронил все мечты Вик. Самое прекрасное, что мы упорно работали, долго копили, а терять-то нам все равно нечего. Так и соперникам Венума терять в бою тоже нечего, ибо в их победу мало кто верит. А вот чудо от Пейджа ждут все, и он их с радостью творит. Феноменальная торнадо, которым Майк наглухо вырубил соперника, еще долго будет эталоном красивых нокаутов. В жизни есть всего два важных решения, куда двигаться и с кем. А вот в бою важных решений сотни, и каждая из них может стоить тебе победы. Трагический и одновременно фантастический бой Харигучи против Петиса заимел феноменальную концовку. Три раунда Харигучи доминировал над Петисом, выбрасывая классные комбинации и пробивая не менее отличные удары. Но в четвертом раунде случилось просто неслучаемое. Американец ударил что-то вроде хайкика, под который японец проскользнул. Но дальнейший бэкфист щелкнул четко по бороде выходящего из нырка японца и мгновенно отправил в глубокий нокаут. Я думал, что такое можно увидеть даже не в кино, а только в мультфильме. Все не то, чем кажется, но и не наоборот. Тоже можно сказать про жирных бойцов. Непонимающий скажет, что им тяжело, они неповоротливы и быстро устают. А видевший их в деле промолчит и в очередной раз порадуется такому поединку, который устроил Крис Барнетт против Виланте, отправив того вертухой в нокаут. Малки ремок, да бревна крепкие. А мы снова посмотрим на гениальный торнадо кик. Если в исполнении пейджа это был сочный персик, то в исполнении туху это просто божественный нектарин. Ведь мужик, будучи на голову ниже своего соперника, смог подпрыгнуть и крутануть такой кик, который не просто достал до головы, а отбил ее наглухо. Пока будешь рисовать картину с ромашки, она увянет. А пока будешь спорить, был ли нокаут лаки панчем или отработанной связкой, можно упустить всю его красоту. Поединок корейского зомби против Родригеса сам по себе был очень зрелищным и кровавым, но то, как он закончился, было невероятным. Поначалу вообще никто не понял, от чего же зомби упал, пока на видео повторе не углядели фантомный локоть с разворота от Родригеса. Самый болезненный процесс в жизни – это когда ангельский амурчик вытаскивает свои стрелы обратно. А самый восторженный – когда видишь, как киношные удары Брюса Ли отправляют в нокаут в реальных боях. Именно такой удар от Магомедова получил Дос Сантос и уснул. Ошибка многих в том, что они пытаются сохранить то, чего уже давно нет. Так и некоторые бойцы хотят делать то, что уже давно не работает, но это не точно. Марко Аурелио, основной, если не единственный представитель капуэйры в реальных боях, в этом поединке не только удивил и огорчил соперника, но и порадовал зрителей. Ни одного удара рукой, никаких лоу-киков, только прыжки, сальто, кувырки и вертушки смерти, которые и стали в этом бою фатальными. По красному мешку можно узнать Дедушку Мороза, а по работе ног – бойца Муай-тай. Невероятно мастеровитый нокаут в этом бою произвел впечатление не только на всех зрителей, но даже на уборщицу Бабу Глашу. Высекание опорной ноги с последующим одноименным коленом смотрелось очень зрелищно. Конечно, можно сказать, что наносить удар коленом уже было нельзя, но это решать судим. Берегись, росы, до того, как ноги промокли. А учиться защите нужно до боя. Поединок Барбозы против Бургаса был невероятно зрелищным для всех любителей ударки. Именно Бургас считался фаворитом в этой схватке, даже несмотря на то, что Барбоза неоднократно доказывал свой топовый уровень в стойке. Но это мнение экспертов и букмекеров не помешало бразильцу устроить в клетке побоище и на деле показать, кто тут фаворит. Жесткие лоу-кики и халф-кики, быстрые и точные комбинации руками, спиннинг-кики по корпусу. Вот что пришлось пережить Бургасу в роли фаворита. Но вишенкой на кровавом торте стал отсроченный нокаут Бургаса после, казалось бы, такой обычной двойки от Барбозы. Какая бы звездная и прекрасная ночь не была перед Рождеством, а жирная свинья все равно не уснет, ведь она для нее последняя. Так и боец не может уснуть после того, как его разбудят после нокаута. А в этом бою зрители увидели нокаут, который сойдет за отличный подарок на Рождество. Боец в синих шортах пробил феноменальный удар, который часто используют в кюгушин-карате, где он также приносит немало побед. Многие бывалые уличные рубаки говорят, что вертушка на улице бесполезна, как фонарь днем. Но в клетке она бывает очень полезна, а кроме этого еще и очень эффектна. И это доказал Бахамондес в своем поединке против Робертса, которого постоянно расстреливал руками, раз за разом пробивая по корпусу. А потом в один прекрасный момент крутанул такую вертуку, после которой Робертсу еще долго придется питаться через трубочку. Бывают вещи, понятные, как звезды, а бывают необъяснимые, как неразбивающийся грецкий орех. А нокаут из этого поединка именно из разряда непонятно прекрасных. Что именно хотел сделать боец, мне сказать тяжело. То ли он хотел в прыжке сделать захват ноги оппонента, что у него частично и получилось. То ли он хотел сделать кик сайнчая, то ли пытался пробить ногой в кувырке из кюкушина, но по итогу все равно получился красивый нокаут, и уже не важно, что он там хотел. Глухой старик прекрасную песню Соловья не услышит, а испуганный боец хороший бой не покажет. Прямо как Стиверн, когда его с адской жестокостью и напором молотил своими кувалдами Уайлдер. Зрители кричали и умоляли Стиверна драться и защищаться, но тот только стоял и исполнял роль мешка для размашистых как жирного мельницы ударов бешеного чемпиона. Жить нужно так, чтобы депрессия была у других, а драться нужно так, чтобы другие тебя боялись. Прямо как это сделал Физеев против Риддала. Мужики устроили настоящую рубку, одаривая друг друга вкуснейшими плюшками. Но неожиданный и такой приятный для зрителей подарок от Физеева в виде вертушки сразу заставил рефери остановить этот праздник. Есть вещи, о которых говорить нет смысла, ибо их нужно просто один раз увидеть, как восход солнца, на который можно смотреть вечно, как и на этот нокаут от Роя Джонса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой красивый нокаут делали вы в ринге или в кабаке. А если вы хотите посмотреть серьезные обзоры боевых бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем. А если вы хотите поддержать канал, вы можете стать спонсором или задонатить на кошелек Юмани любым удобным способом. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, я на кости похожу. Раз, два, три. Это биомеханика, эффективность движения. Ее знать надо. Как бы ни отходим до этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба, хуба, хуба. Вот так.